Депутат Горсовета Купить или продать синтетический наркотик труда не составляет, а распространителей меньше не становится. Почему не получается остановить наркотический триумф? Фигура недели. Максим Щепинов ушел в Думу. Что получит область от нового депутата? Беда не учит. Ребенок в Краснохолме погиб под бетонной плитой, а в соседних деревнях дети продолжают осваивать полуразрушенные здания. На тему и события недели посмотрим вместе с журналистами Анной Жураковской и Сергеем Хомутовым. На этой неделе не было ни дня, чтобы не прозвучала информация об отравлениях синтетическими наркотиками. Город гудит. Подростки травятся. Правда, по неофициальной информации взрослые умирают. Распространители активно работают. Сначала оренбургские подростки, потом орские, а затем вообще рабочие заводы. Все из того же Орска. Взрослые люди попали в больницу с подозрением на наркотическое отравление. Из Ленинградской области пришла информация. Жители Оренбурга скончались, опять же, из-за наркотиков. Суды выносят приговоры торговцам Спайсом чуть ли не каждую неделю, а то и чаще. И тем не менее, волна под названием наркотики буквально захлестывает наш регион все сильнее. Никого не останавливают все эти случаи. Напасть под названием Спайс в нашу область пришла давно, но информация об отравлениях и смертельных случаях регулярно приходила из других регионов. Теперь и у нас происходят трагические случаи. Только за этот год наркотики отправили на тот свет 19 подростков. Раньше казалось, что весь этот наркотический бум где-то далеко не у нас, но в последние дни, правда, стало страшно. Вот она, отравившаяся девочка из соседней школы, а вот рядом во дворе полуголый парень моет асфальт курткой. Какая-то активность ответственных за ситуацию лиц, конечно, наблюдается. Даже создан оперативный штаб, в состав которого вошли ряд министерств и силовые ведомства. Но почему тогда, до сих пор и купить, и продать наркотики труда особого не составляет? В этом лично убедился Александр Жарков. Героин, который был популярен еще несколько лет назад, нынче не в моде, а на дизаморфине сидят только законченные наркоманы, которым лишь бы было чем. В ходу сейчас синтетика. Молодежь ищет острые ощущения, ссори, спайсы, так называемая скорость. И приобрести все это сейчас можно без особого труда. Не обязательно быть знакомым с дилером. Достаточно иметь под рукой интернет. А там уже подскажут, где закладка с интересующим вас наркотиком. С помощью того же интернета подбираются и курьеры, которые распространяют всю эту гадость. Мы попытались устроиться на работу к наркоторговцам, и у нас это получилось буквально за день. На одном из сайтов находим объявление о работе. Требуется курьер. Зарплата от 30 тысяч рублей в неделю. Откликаемся на это предложение, на почту приходит ответ. Нужен не совсем курьер, а закладчик. То есть по городу необходимо распространять спайс. Так называемый работодатель присылает ссылку, по которой просит пройти и зарегистрироваться на одной из малоизвестных социальных сетей. И там уже происходит подробный инструктаж. Как нужно работать, как нужно прятать пакетики со спайсом. Где прятать? И задается самый главный вопрос. Когда я смогу приступить к работе? По этому поводу уже существует шутка. Трудоустройство по статье 228 УК РФ. Полный соцпакет. То есть после работы полагается отпуск лет 10. Стоит ли эти деньги за распространение той свободы, которая лишится, а это обязательно, человек? Эти молодые люди из Украины тоже нашли работу в Оренбурге с помощью интернета. Поработать толком не успели. Их посадили. Но сколько еще придет народу на их места? И если не эти, то другие точно смогут сделать закладки. А соответственно, наркоманы получат дозу. Причем самих организаторов можно выловить в единичных случаях. Проходила большая спецоперация, как раз таки направленная на выявление и ликвидацию целого большого канала поставки синтетических наркотиков в Россию. Штаб-квартира находилась в Таиланде, а производство наркотиков существовалось в Китае. Кстати, объявление о работе уже удалили. Но что помешает наркодельцам разместить еще объявление? И не одно, ведь это дело нескольких минут. И желающих заработать откликнется немало. А значит, информация об отравлениях и гибели употребивших наркотики будет появляться регулярно. Обилие информации об отравлениях, перехватах и поимках мелких наркокурьеров рождает ряд предположений вопросов. Например, когда будут ловить организаторов, крупных дельцов. И уж не масштабная ли эта компания, подобная тем, что были с игорным бизнесом или оборотнями в погонах. Если это компания, тогда это все уйдет на нет. Оборотни в погонах остались, игровой бизнес остался. Если это сейчас просто компания, ну она как у них любят называть, месячники, да, там еще что-то такое. То есть если это месячник борьбы со спайсом, ничего не будет. То есть результата не будет. То есть вот мы сейчас пошумим, до первого смертельного случая замолчим, снова потом всплеск и так далее. Вот скорее всего так. Нету системы, нету планомерной работы. Спайс, ну да, действительно это похоже на очередную компанейщину. Пошумят, покричат, поговорят и так же забудут. Как о том, что нельзя распивать пиво, алкогольные напитки, нельзя кулерить в общественных местах и так далее и тому подобное. На самом деле это не более чем компания. Удивительно, но мы не очень много слышим наркологов, да, то есть мы их слышим только во время вот этих компаний. Вот только, вот как какие-то такие вот подряд случаи, мы слышим наркологов. Потом затишье, мы наркологов не слышим, педагогов не слышим, психологов не слышим. Потом вот опять какой-то всплеск, мы опять их послушаем, послушаем, они опять что-то скажут, потом мы их опять не слышим, системы нет. Страшно то, что травятся этой синтетикой совсем еще дети. По России машутся случаи, когда с отравлениями поступали 11-12-летние уже подростки. Родители упустили, в школе не доглядели. Хотя интересная деталь. Я беседую как-то раз с 12-летним сыном о всех радостях жизни. Спросила о педагогах, что они говорят про все это, как они стараются уберечь детей от наркотиков. Ведь школа второй дом. Больше половины дня дети там, учителя вторые мамы. Но оказалось нет ничего, никаких предостережений, объяснений. Проблемы распространения наркотиков, например, спайса, как будто и нет. Хотя на это у педагогического сообщества свои объяснения. Вы же знаете, с точки зрения психологии, если в ролике будет сказано нельзя или нет, то это очень часто, когда идет реакция совершенно противоположная. Нужно разъяснять, а вот если бы, то было бы вот так. На самом деле ситуация своей абсурдностью и патовостью заводит просто в тупик. Есть проблема, проблема огромная, проблема масштабная, не только российская, но в данный момент российская. То есть мы слышим о смертельных случаях, об отравлениях из разных городов, из разных регионов. Это не говорит о том, что вот мы приграничный регион, и значит у нас больше нет. У нас, слава богу, по крайней мере, хотя бы смертельных случаев пока нет. Была вот эта вот 15-летняя школьница, до сих пор мы не знаем, да или нет, хотя правоохранительные органы говорят нет, никакого спайса там не было. Слава богу, пока Оренбуржье без смертельных случаев. Но то, что есть отравление, то, что есть мы уже бьем в колокола, а дальше ничего не происходит, я не знаю, что нужно. Вот правда, не знаю. Государство у нас в целом не справляется с теми задачами, которые сама себе и обозначает. Я позволю себе очень сниженное сравнение, это сравнение борьбы с курением. Посмотрите, как это масштабно объявлялось, как это все обещалось преследоваться. На самом деле ничего похожего не происходит. Единственное, по официально опубликованным данным, бюджет получил 200 миллиардов рублей в виде акцизов на табачную продукцию. По-моему, это вполне удовлетворило наше правительство и государство. И о дальнейшей борьбе с табакокурением просто забыли. Во-первых, почему у нас снижен уровень опасности, я не могу понять. Вот у этих людей почему он снижен. Второй момент, я все-таки считаю, что недостаточная работа правоохранительных органов. Что касается подростков, комнат для несовершеннолетних, я не знаю, как это сейчас называется, отделы, по-моему, для несовершеннолетних. И недостаточная работа все-таки родительского сообщества. Вот именно родителей. Но родители должны это видеть. Родители должны это чувствовать. Надо быть просто внимательнее к детям. Никто даже не сомневается, что уберечь подростка от этой гадости должны родители. Но под силу ли нам это в одиночку? Когда люди в российских семьях, чтобы элементарно поставить на ноги ребенка, должны работать иногда не по 8, а по 10-12 часов в сутки. А потому и получается. Родители зарабатывают на еду. Школа самоустранилась от проблемы со спайсом. Госнаркоконтроль ограничивается показом одного ролика в школах. Общественной организации против наркотиков у нас нет. Политикам не до того. ЛДПР, например, решает кадровые вопросы. Единая Россия сажает деревья. А подростки курят в стороне. Итог всего этого – страшные события недели. На этом пока прервемся ненадолго. Затем продолжим рассказывать о неделе. В эфире Орен-ТВ. Продолжаем рассказывать о неделе. Новый и еще один оренбургский либерал-демократ в Госдуме. Главное политическое событие недели. Депутат городского совета и председатель регионального отделения партии ЛДПР Максим Щепинов сделал, а точнее ему помогли сделать большой прыжок в большую политику. Максим Щепинов – спортсмен, активист и просто многодетный папа. В политической жизни участвует четыре года. Именно столько он пробыл на посту депутата городского совета. Все эти годы с присущей яркой активностью лидером представляемой партии довольно громко обсуждал популярные темы. О незаконной продаже городского имущества и повышении цен на молочной кухне. Противостоял. За четыре года Максим Щепинов изменился. Речь стала гладкой, слог правильный. Теперь его ждут проблемы помасштабнее. Говорить о них он будет из кресла депутата Государственной Думы. На этом посту он сменил Елену Афанасьеву, которая пошла дальше и теперь член Совета Федерации. Стоит сказать, что последние месяцы, особенно в предвыборное время, Оренбургское отделение ЛДПР довольно часто фигурировало в новостях и все со скандальными историями. Между ними эксперты не могли не усмотреть определенную связь. Сразу после одобрения кандидатуры Максима Щепинова в Центральном избирательном комитете России наши московские корреспонденты встретились с новоявленным депутатом. Татьяна Балуева узнала, что лично для Щепинова значит новая должность, а также спросила о подводных партийных течениях. Зачем это нужно? Вы с удовольствием восприняли это решение или партия сказала «надо»? Вы знаете, это та ситуация, когда нельзя ответить однозначно на этот вопрос. Я еще раз повторюсь, я прекрасно понимаю, что это глобальные перемены, как в моей личной жизни, так и в жизни моей семьи. Естественно, это определенные трудности, но также я прекрасно понимаю, что это определенные возможности, и не использовать эти возможности как для избирателей, так и для регионального отделения, я считаю, было бы преступным. Стали депутатом Госдумы в результате сложных рокировок в ЛДПР. Говорят, что Сергея Михайловича Катасонова сняли с предвыборной гонки за обещание кресла в Совете Федерации для Елены Афанасьевой. Это гиполитический бартер. Так ли это? Нет, абсолютно, я с вами категорически не согласен. Корсоветом регионального отделения политической партии ЛДПР была поддержана единогласно кандидатура Елены Владимировны Афанасьевой. Единогласно, повторю. И именно это решение легло на стол высшему руководству политической партии ЛДПР. Получилось следующее, что эти три человека, которые Сергей Михайлович, потом руководитель регионального отделения КПРФ и руководитель регионального отделения справедливо-россов, грубо говоря, сели и этот вопрос решили, что можно сказать в одиночестве. Можно даже сказать, что калуарно. И повторюсь, когда в том числе Елена Владимировна выходила на контакт и с Фроловым, и с Новиком, и говорила, что давайте садиться и обсуждать, кто у нас пойдет единым кандидатом, они сказали, что мы все решили, о чем здесь вообще с вами вести речь. С самим региональным отделением, а это достаточно серьезная и большая структура на территории Оренбургской области, никто переговоров не вел. И я считаю, что это, по сути дела, основная и стратегическая ошибка, в том числе и Сергей Михайлович. У вас есть какие-то конкретные уже задачи? Вот кем вы себя видите в Госдуме? Какие цели и задачи вы перед собой ставите? И какие-то, может быть, уже конкретные законопроекты, над которыми вы будете... Вот смотрите, цели и задачи у нас на самом деле, какие были, такие и остаются. Это защита наших избирателей. А вы не боитесь, что в Госдуме будет тот же самый эффект? Это вы там в меньшинстве? Мы абсолютно не боимся, потому что мы в меньшинстве в Оренбургском городском совете. И несмотря на это, у нас есть определенные достижения. Вот как сейчас уже вам повторил тот же закон «Дети войны», он в первом чтении сейчас уже принят. Мы не будем останавливаться на достигнутом и руки опускать тоже не будем. Удивительно, это действительно стало новостью появления Максима Щепинова в качестве депутата Государственной Думы. Но поверьте, 90% населения города Оренбурга об этом ничего не знает и не очень стремится знать, кто там депутат Государственной Думы, как он будет влиять на политику той или иной партии или той или иной территории, в данном случае Оренбургской области, на самом деле интересует очень мало. Пример Щепинова, это пример, мы еще на их Москве во вторник буквально об этом говорили, это пример очень хорошего политического социального лифта для молодежи. Очень хорошего. Очень быстрого. И мы как раз говорили о том, что Единая Россия не пускает молодежь. У них с кадрами вроде как все в порядке, хотя они не взаимозаменяемы, они слишком держатся за свои места. Но там с молодежью все плохо. Оппозиционные партии совершенно спокойно приглашают молодежь, продвигают молодежь. Щепинова 40 лет. В 40 лет он уже депутат Государственной Думы. В 2010 году мы не знали, кто такой Щепинов. Мы даже фамилии такой не знали. Я не конспиролог. То есть я не сторонник того, что всем на свете управляют некие тайные силы, скрытые, которые внутри себя договариваются и так далее и тому подобное. Вещь была вполне очевидная. Что присутствие Катасонова не устраивало губернатора, совершенно очевидно. Было ли это предметом торга? Хотя, опять же, ну что фигура, но они утверждают не больше, чем законы, которые принимают депутаты Государственной Думы. Насколько это влиятельная вещь? Ведь поймите, если население абсолютно не доверяет законодательной власти, а так можно сказать, посмотрев на результаты социологических опросов, на самом деле это не заинтересует никого. Он просто хотел спасти котенка. На минувшей неделе произошла трагедия, которая мало кого оставила равнодушным. Во вторник в селе Краснохолм на 8-летнего школьника обрушилась бетонная плита. Все произошло в заброшенном коровнике советских времен. Котенку Сережа жизнь спас, а вот свою не уберег. В тот же день специалисты ведомства предположили, что плита упала из-за вибраций, проезжавшей мимо тяжелой техники. Сразу стали искать хозяина здания и разбираться, почему там не было ограждений. Можно подумать, что такое в нашей области в порядке вещей. На этой неделе Анна Немых пыталась разобраться, большое ли наследие у советского прошлого и чем так манят развалины современных подростков. Я, словно старый дух, что бурью разбит, увел и пожелтел в гранат моих ланит. Все естество мое, колонны, стены, кровли, развалины и устал о смерти головы. Девушки пошли вчера вообще на кружок, на футбол. Там котенок замяукал, они побежали туда. Один мальчик посередине в строение побежал, а второй, Сережа, он пробежал и его как раз плитой накрыл. Скоро ему буквально три этих сделали, и все, они звонили, какие наши роды. Как дети могли оказаться в заброшенном коровнике, для жителей Краснохолма это даже не вопрос. Вот такое советское наследие можно увидеть на каждом шагу и есть в каждом селе. Пример поселок Марьевка. Справа от дороги жилые дома, школа, сельсовет. Слева сразу три полуразвалившихся строения. То, что здесь бывают люди, можно судить по пустым бутылкам, пачкам из-под соков, антиков от шоколада. Это и понятно, ведь заброшенные здания находятся всего в десятках метров от жилых домов. Насколько они безопасны, судить сложно, но невыраженным взглядом видно. Балки давно прогнили, а по стенам пошли трещины. В поселке Бекулово только чудом удалось избежать трагедии. В прошлом году ничем не приметное для взрослых здание почты, а для детей здесь просто рай, чуть не унесло жизнь еще одного ребенка. Непосредственно, по-моему, отсюда, прям по макушке девчонке упал кирпич. И что, с ней нормально все обошлось? Ну, нормально обошлось, но все равно рассекло ее, это самое, затылки. Смотрите, крыша, матки прогнутые у нее. А они так вот завтра, не сегодня обвалятся. Дети постоянно здесь. Вон даже следы детские, вон они. Администрация, что можно сказать? Никто не может ее разобрать, потому что она относится якобы как бы в Москве. К тому, что девочке кирпич пробил голову, в администрации сельсовета значения не придали. Ребенок ведь жив и теперь здоров. Тем временем люди уже не просят. Они умоляют чиновников разрешить им самим разобрать небезопасные строения. Но постоянно слышат один и тот же ответ. Закон о частной собственности никто не отменял. А этих героев наша съемочная группа встретила уже в Оренбурге. Пошли на крышу, там классно. А как мы на крышу залезаем? Через окна. И такое эхо советского прошлого есть в каждом населенном пункте. Зачем оно и где хозяин? Вопросы для местной администрации не праздные и зачастую очень накладные. Но не дар. В народе существует поговорка. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. И очень жалко, что сигналом к действию может быть чья-то человеческая жизнь. Клуба нету. Клуба нету. Все, сносит. Сейчас прям вот разы. Сейчас вот давай на церковь ездили, все там. Техники там столько. Сейчас вот сказали, клуба нет. Нету, все уже. Я говорю, вот что, до такого дотянуть. Вот то, что мы сейчас увидели, то, что дети опять бегают, опять эти разрушенные, в данном случае, коровники. Неважно, какое это здание, какого оно было предназначения, да, нас действительно ничему не учат. Нас, взрослых, я имею в виду, вот не себя лично, например, да, а нас, взрослых, ничему не учат. На самом деле, разрушенных зданий с каждым годом все больше и больше. И это проблема не вчерашняя, не позавчерашняя. Это проблема 25-35-летняя. То есть, это проблема из 90-х идет, когда были брошены, ну, в данном случае, в селах, да, были брошены какие-то фермы. В городах были заброшены какие-то здания. Ну, на самом деле, кое-чему мы научились. Если вы помните о трагедии в Беляевской школе, была предпринята и достаточно серьезная, ну, по крайней мере, по Минобразованию, программа, где все трещины изучили, больше того, поставили маячки, и не только в Оренбурге, а по всем районам. Была ли это команда министра, была ли это команда губернатора, было ли это решение, там, законодательного собрания. В данном случае наказан не будет никто. И в данном случае дело не в наказании. Вот здесь, в данном случае, дело не в наказании. Я считаю, что дело в том, чтобы объявить очередную кампанию. Ну, раз у нас иначе не получается, то приходится объявлять очередную кампанию. Проверить все брошенные здания. И то, что можно доразрушить, чтобы, если бы уже это были развалены, то пустырем. Только в Оренбурге в официальном перечне брошенных зданий насчитывается больше трех десятков объектов. Сколько их в целом, по области, похоже, никто никогда и не считал. После трагедии в Краснохолме в прокуратуре заявили, если не найдется собственник развалившегося коровника, то будет отвечать глава сельсовета. Возможно, это справедливо. Но, как заявил главный архитектор Оренбурга Сергей Бринев, не все под силу чиновникам. С одной стороны, на муниципалитет возложены функции по регулированию градостроительной деятельности. С другой стороны, мы лишены нормальных финансовых рычагов воздействия. Те мизерные там ничтожные штрафы на физических, юридических лиц, они для предпринимателей просто копейки. То, что мы упражняемся с ними в судах, один суд принимает решение, они оспаривают решение суда областной, потом суд Уральского округа и так далее, и так далее. То есть, это все длится годами. Отсутствует, может быть, элемент политической воли. На месте исполнительной власти областной я бы, так сказать, обязал соответствующее министерство, или, связавшись с федеральными структурами, у нас же есть, наверное, и надзор строительный, архитектурный, Роспотребнадзор. Я не знаю, кто конкретно должен отвечать за заброшенные здания и за их состояние. Провести, первое, большой мониторинг, второе, определиться в суммах, которые необходимы для их разрушения. А зачастую это нужен, ну, там, два специалиста, один на бульдозере, второй, который будет келажные работы выполнять, и просто развалили бы эти здания в три секунды. Для этого нужна политическая воля. Мне искренне жаль, что эта неделя у нас получилась какая-то печальная. Надеюсь, что это не относится к календарным семи дням, и у каждого из нас произошло что-то хорошее. Наверняка всех порадовала, например, хорошая погода. Видимо, природа все-таки решила солнцем и теплом компенсировать наше человеческое зло и грязь. Только вот сколько это продлится. Уже следующая неделя обещает нам первые холода, первый снегопад и первого заместителя губернатора. Посмотрим. До встречи.